Всем привет, дорогие друзья, также подписчики моего канала. Сразу поставь лайк, наберём много лайков на этом видосике. Ну и начнём, дорогие друзья, сегодня у нас с вами новая часть OpenCase. Также у нас с вами будет конкурс, в котором будет не рандомно выбранные люди победят, а именно вот, вот, выберем лучшую работу, как бы, и она победит. Об этом я расскажу в конце ролика, ссылка будет в описании на конкурс. Ну, пока что, ребят, начнём открывать кейсики. Итак, по традиции жанра начнём. Сейчас я нахожусь около электро. Итак, дорогие друзья, открываем хантеры. Как обычно, открываем хантеры. Много хантеров откроем сегодня. Я думаю, где-то штук 50, может, поменьше. Поехали. Итак, с первого кейса нам выпадает протка, дорогие друзья. Идеально, то есть, это как бы хорошо достаточно, то, что нам протка выпала. Давайте дальше открывать, я думаю, я думаю, нам сегодня должно повезти. И выпадает днище. Открываем ещё сундук. Опа. Это, это джаггернаут. Джаггернаут, посмотрите. Так, случайный лут из сундука. Открываем. Ииии. Что это такое? Это какой-то интересный. Так, давайте посмотрим. Нам выпал ми-28. Тоже хорошо. Пэд 90. Ну, опять же, вроде окупает, насколько мне подписчики окупают. Писали, вроде окупает. Ииии, ещё говно падает. К сожалению, так пошло говно, пошло говно. 111 рублей. Джага, Джага, Джага бот падает. Ну, нормально, скажу так, нормально. Опять калашик падает. Дерьмо, дерьмо. Ох ты. Я так могу целый сет джиггернаута, ребят, собрать. Вот даже вот так положу, смотрите, уже как у нас круто всё. Ииии, падает Скар. Ииии, падает, блин, джиггернаут. Нам падает много джиггернаута. Но, опять же, смотрите, где у нас джиггернаут? Где-где-где-где-где? То есть, у нас джиггернаут, как бы, ну, не окупает. Ну, вот, вот, если вот выпал бы хелмет, было бы круто. Но, не окуп... Блин. Ну, блин, ну, чё-то уже не везёт, как это. Сначала везло. Ну, давайте подкрываем чуть-чуть другие кейсики, чем постоянно хантеры-то не открываем. Вот, например, кейс за 15 рублей, ребят, всего. Может выпасть дома на 30 дней, то есть на целый месяц. Ну, вот, давайте попробуем. Ну, то есть, может упасть говно. Вот, видите, нам стройматериалы падают для домов. Вот, видите, как бы, ну, блин, ну, вот, пожалуйста, опять стекло. Опять стекло. Что ж такое-то? Дом! Насколько? Насколько? Три дня. Ну, три дня это не так интересно, на самом деле. Ну, вот, на 30 дней бы упал, было бы круто. Было бы круто. Ну, а так, не очень. Давайте ещё пооткрываем. И стекло. Домик. Вот на сколько? Три дня. Чёрт. Ладно, хорошо. Как бы, блин, фигово. Так, мы можем открыть герой. Он такой интересненький. За 80 рублей можем открыть. Опа! Вот это окупает, вроде. Сейчас посмотрим, дорогие друзья. Окупает, окупает. Отлично, окупили, изи. Ох ты, ну, вот, может не окупить, на самом деле. Риск большой. Ну, вот, после того, как понерфили цены, вообще круто открывать. Я иногда захожу, открываю кейсики. Ну, видите, вот, блин, то есть, приятно получить такие вещи. Я об этом говорил уже в прошлых роликах. Но всё-таки, всё-таки, ну, как-то, ну, такое. То есть, блин. Я бы лучше купил бы вещи. Я, как бы, азарт люблю, но всё-таки, не знаю. Я бы, я бы, я бы купил, честно. Не знаю. Но это относится только вот к первым. Вот, Хантер, я, я бы открывал. Блин, тут может упасть такие крутые вещи, типа, мне предлагали менять мой самолёт, который, блин, бешеные деньги выпал. Мне предлагали его менять, да там, на 10 сетов прот. Я очень люблю летать, поэтому я его не обменял. Можете посмотреть предыдущие выпуски опен кейсов. Там всё есть у меня на канале. Ну, давайте дальше. Хантера ещё пооткрываем немного. Фигня падает, видите, Скар. Ну, как бы, не фигня, это крутое оружие. Но оно не окупает 111 рублей, как бы. Блин, я хочу просто сет проты. Сет проты. Сет джаги, я имею в виду. Сет джаги, дорогие друзья. Это в сумме где-то 500 рублей. Получается, за 100 рублей вы получаете целых 500. А если быть более чётким и конкретным, за 100 рублей, получаете целый сет проты. Это, что может быть лучше? Ну, тут ещё может выпасть, видите, B2A, который самолётчик мой. И вот ещё я не знаю, что такое Panavia Tornado. Это, наверное, какое-то тоже, я думаю, ну, я как бы все знаю вещи на ХКС. Так что, я думаю, это всё-таки какой-то самолёт или вертолёт, что-то такое. Ну, давайте попробуем. Фомасик, вот плохо, плохо, блин. Ну, вот джаггерка падает, джаггерка. Ну, такое, нормально. Ещё джаггерка падает. Видите, ну, блин, джаггерка падает, но, опять же, она не окупает. Она примерно стоит столько же, где джаггернаут? Примерно стоит столько же, сколько и кейс. Ну, вот тут вот ценник на 20, как бы, ну. Блин, ну, такое. Не знаю, чуваки, не знаю. Честно, я не знаю, как бы. Продолжим открывать. Ну, давайте ещё открываем, открываем кейсики. П-90. Ну, вот, видите, ребят, не особо окупает. Там сегодня не особо везёт. Вот тогда повезло. То есть, понимаете, я чисто, вот, кто любит азарт. Вот, я на ХКС бы вливал, знаете. Я раньше просто, мне было пофиг, на какой сайт вливать. Да, у меня такое есть. Я могу зайти на какой-то сайт. Например, там, ну, раньше я скин не открывал в КСГО. Теперь игры. Я понимаю, что там просто это полная наёбка. Я понимаю, что это так. Извиняюсь за мат, ребята. Кстати, матов в роликах больше никогда не будет. Но, вот, ну, по-другому не сказать. И, блин, понимаете, я вливаю туда, я понимаю, что это, как бы, вот, ну, вот, ну, вот просто хочется испытать какую-то свою удачу. На ХКС, почему всё честно? Потому что, по сути, администраторы, они ничего не теряют, да? ХКС ничего не теряет. Они вам дают вещи. Поэтому, отсюда можно сделать вывод, что полностью все сундуки имеют совершенно рандомную выпадаемость. Ну, понятно, что редкие вещи могут выпасть, ну, как бы, то есть, тут нет такой вот, так скажем, обмана, нету. Видите, мне падало два подряд самолёта. Это очень круто. Поэтому, чисто для азарта, вот сюда вот вливать и чисто понимать, что тебе может выпасть говно, но тебе могут выпасть крутые вещи. И это очень клёво, это очень клёво. Так что, давайте, блин, дальше откроем ещё. Поехали. Я хочу немного кепку пооткрывать, вот что может выпасть. Как бы, арбалет. Ну, вот, за 27 рублей. Всего 27 рублей. По сути, ребята, это очень мало. Это, блин, булочка какая-то в столовке, то есть, что-то такое. Даже кола больше стоит маленькая. И просто открыть и порадоваться тому, что тебе выпадет, это очень круто. Я не знаю. Вот, 8 железа, 8 железа. 8 железа с такого кейса. Это очень приятно, ребят. Кстати говоря, многие спрашивают, когда будет лонгдарк. Сейчас Гриша немного отъехал, Нейзи. Вот, следующий ролик через 2 дня по лонгдарку будет. Вот, ну, давайте ещё пооткрываем. Говно выпало. Печально. И 5. Ну, как бы, не говно, ребят. Не говно, не говно. Опять же, не говно. Но всё-таки, всё-таки такое, как бы. Ну, давайте, откроем ещё 10 хантеров. И на этом будем заканчивать. Поехали. П90. П90 и патрончики. Леггернаут опять. Ох ты! Ё-моё, выпал! Выпал, родной! Родимый мой, выпал! Выпал! Выпал мой! Спирит выпал в Майнкрафт! Он выпал, он выпал, друзья, он выпал! Косарь практически, боже! Помните, в той серии мне выпало их два? Вот просто, ребята, скрестили пальцы. И просто сейчас попытаемся выбить второй. Блядь! Ми-28! Ми-28 ещё! Ладно! Давай, давай, Зимон! Зимон, ты сможешь! Это, кстати, окупает. Потому что Джака-шлем стоит намного дороже, чем стальные вещи. Всё, Зимон, давай. Ты должен выбить ещё один самолёт. Просто для нас, для нас, Зимон, для себя. Блин! Блин! Ладно, давайте, давайте. Это последний кейс, ребята. Это последний кейс на сегодняшний выпуск, ребята. Спасибо, что его смотрели. Конкурс будет офигенным, я вам отвечаю. Ну что ж, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки. Блин! 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 Ну, окупили, окупили. Хорошо. На этом всё, дорогие друзья. Вот такие вот мы вещи сегодня с вами выбили. Вот сюда вы давайте. Даже всё не поместится, кстати. Вот такие вот вещи мы сегодня с вами выбили. Скажу, что, к сожалению, ну, не окупили, получается. Ну, не окупили, честно. Но всё-таки, ребята, всё-таки приятные вещи нам выпадали. Достаточно приятные. Было приятно. И что ж, скажу вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Сейчас вам расскажу про конкурс. Обязательно подписывайтесь на мой Twitch-канал. И на группу ВКонтакте. Также на меня подписывайтесь. Играйте на хгрс.land. Донатьте. Играйте. Всем хорошего настроения. Всем удачи и... Па-па-пам-пау. Пу! А теперь конкурс. Для того, чтобы поучаствовать, надо подписаться на группу ВКонтакте. И нарисовать арт, на котором изображён я. Я могу быть изображён в ХКСе, в реальной жизни, в Майнкрафте. Сами придумайте. Главное, чтобы это был я. Конкурс поводится к 10 тысячам подписчикам. Три призовых места. Как вы видите, всё на экране. Самое главное, что, ребята, ссылка в описании на группу ВКонтакте. Подписывайтесь. Там есть отдельный альбом. Для того, чтобы скидывать туда свои арты. Скидывайте, ребята. Ознакомьтесь ещё раз с правилами. Всем удачи, ребята. Узнаем итоги 1 сентября.